И снова всем привет! Вы на канале УНБ. Сегодня снова хитрость, снова небольшая и полезная хитрость. Как же правильно накладывать шпатлевку шпателями? Небольшие нюансы. Погнали! Постараюсь сегодня без лишней воды. Имеем два шпателя. Шпатели не очень длинные. Какая ошибка многих? Ошибка многих это именно неправильно держат шпатель. Они либо вытягивают шпатлевку, либо не разглаживают ее, она пузырится. Короче, много ошибок. Сейчас я вам покажу, как правильно держать шпатель. То есть это, конечно, не писанные правила, это наработано годами, но я думаю, вам пригодится. Сегодняшний подопытный у нас не очень большой, площадь маленькая, но попробую показать на ней. Что вначале нужно сделать? Конечно, сначала нужно замотовать деталь, набить риску, чтобы сцепка у вас была хорошая с материалом. Ну и после этого обязательно обезжириваем. Я думаю, эти правила вам не нужно объяснять. И давайте сделаем пару небольших вмятинок на детали. Я решил сделать два места. То есть одно место у нас будет. Я покажу, как наибольшее количество новичков делает, накладываясь шпателем. И покажу свой способ. Затрем и посмотрим с первого раза, насколько качественней получится тот или иной способ. Погнали! Шпатлевка Сегодня мы будем использовать шпаклевку Black Fox. Шпатлевка будет карбон, так как у нас первый слой связующий. Кто еще не пробовал, советую приобрести такую шпатлевку на пробу, хотя бы попробовать. Любой продукт Black Fox производства Польша, зачетная шпатля. И что мне нравится в этой шпатле, что здесь действительно находится карбон. То есть самой шпатлевки. В скором будущем мы проведем опыт. Я покажу, как вам определить, разводят вас или не разводят производители шпатлевок. Просто я хочу найти одну шпатлевку, которой у нас просто в Бресте нету. Этого производителя от него отказались. Но хочется найти и попробовать на примере этих двух шпатлевок. Я думаю, вы догадались, какой именно. Ну, как видно, по количеству шпатлевки пользуемся мы ей полным ходом. И видно, что здесь действительно присутствует волокно. Ну, об этом чуть позже, сегодня не об этом. Ну, для начала, то есть всегда сначала нужно стянуть. Как мы видим, вот наше место поврежденное. И многие начинающие начинают вдавливать, вот так вот пытаются, да. То есть зашпатлевать, вот так вот вдавливая. У них остаются вот такие вот всякие промежутки. То есть тем самым практически ничего не остается на детали. В нашем случае мы немножко по-другому накладываем. В нашем случае мы также заполняем сначала, хорошо прокатываем несколько раз саму ямку. После чего шпатель не нажимаем, не делаем вот такое напряжение. Шпатель у нас должен практически лежать. Представьте, что вы мажете на хлеб масло. То есть шпатель практически лежит. И разглаживаем несколько раз. То есть, чтобы не было у нас никаких пузырей. Как мы видим, в данном случае, где я последний раз накладывал, мы перетянули всю плоскость. Не только именно то место, а как бы всю плоскость. Не надавливая на шпатель. Как будто мажем масло на хлеб. В этом случае мы пытались зашпатлевать ямки. Но у нас даже сейчас видно, что шпатлевки нам мало. То есть мы здесь будем шпатлевать, шпатлевать и шпатлевать. Ну и давайте, господа, посмотрим, насколько хорошо обрабатывается. То есть затрем это место и это. Немножко обезжирим, чтобы вам виднее было. Ну и что мы видим, господа? А мы видим, что там, где я шпатлевал, показывал, как нужно правильно шпатлевать, плоскость уже практически выровнена. А здесь еще нам как минимум 2-3 раза надо накладывать. То есть вот эта яма у нас еще не доложена. Ну а сейчас, чтобы вам было более понятно, мы немножко пригрунтуем деталь. Грунт быстро высохнет. И мы просто с помощью проявочной пудры посмотрим, насколько, где у нас ровная поверхность. Ну и давайте с помощью пасты сейчас проявим, затрем и посмотрим, насколько, где у нас качественно переложилось. Ну и как мы видим, друзья, здесь у нас уже все готово под грунт. То есть мы использовали сейчас эпоксидник как просто проявочный слой. Здесь у нас все готово под грунт. Не требует дополнительной шпатлевки. А здесь у нас яма. И яма немаленькая. И не факт, если вы также будете продолжать шпатлевать, что вам еще раза 4 не придется накладывать шпатлевку. Так что, как видите, друзья, если правильно шпатлевать, это значительно сокращает время вашей работы, а также значительно экономит материалы. Не упускайте таких мелочей, и все у вас будет хорошо. Ну а в комментариях давайте напишем, кто также шпатлюет или для кого эта новость. А возможно, кто-то подскажет свой способ, как шпатлюет. А на сегодня все. Не забудьте поставить колокольчик, потому что следующее видео будет еще интереснее. Здоровья всем крепкого, настроения бодрого, добра и бабла.